6 месяцев я исполнял обязанности после того как решение сергей иванович дугин принял об уходе тогда состоялся разговор мы познакомились с губернатором и за это время безусловно вы сказали было ли время подумать она сначала и не прозвучало предложение стать мэром она как это так вот плавно интегрировала были разные советы были разные общения это и с депутатами мы общались с друзьями со своими коллегами с которыми я работаю семьей и она как-то знаете так у складывалась из исходя из совещаний чистоты встреч с губернатором что потом возникло такое общее уже решение все-таки возглавить муниципалитет такого знаете вот прямого прямо предложения в скаловой и не было мы как-то плавно интегрировали но надо быть внимательнее к формированию больше наверное все-таки брать людей где-то неправильное слово может быть стажировка но более глубоко разговаривать с людьми которые приходят извне системы системе он понимает что его ждет то что касается самих заместителей вы знаете их порой даже и тяжело растить что ли я бы так сказал знаете есть вот хороший например учитель но никогда не станет директором школы и наоборот да и вот здесь вот эти высшие должности они уже такие ну к ним надо очень внимательно относиться нам необходимо сегодня найти этого человека который ну возглавит возглавит большое направление до градостроительное направление она на слуху как правило она обсуждаема баварина я думаю было замечательная такая знаете очень сильная черта но его наверное любили как-то уважали горожане вот может быть вот эта нить начала теряться между общениями главы города и жителем города не может быть сильный мэр если и неважно голосуют за него это важно это тоже отдельная тема но без поддержки жителей мэр сильным быть не может принятие решения они же у нас с вами они по сути-то своей сформированы в рамках чего в рамках принятого бюджета глава города исполняет что бюджет основной закон для муниципалитета вот какая там свобода он носит какой программный характер есть определенный объем программ по которым двигаемся и их надо исполнять вот она свобода но если в части финансирования там экономики и так далее но какие-то такие текущие что ли решения или еще что-то я считаю что главы но по крайней мере у нас но достаточно свободны потом у нас очень доступен губернатор вы всегда можете ему позвонить посоветоваться с ним для принятия каких-то решений виктор петрович достаточно уважительно относится сегодня к главам городов по крайней мере то что я ощущаю поэтому по текущим вопросам которые в рамках бюджета в такой в рамках экономической политики если угодно то угла вы достаточно свободны мы немножко расширим в этом году павловский тракт мы занимаемся мостами и очень серьезный мост это по ленинскому проспекту ну как нам проще наверно в районе нового рынка да он же там у нас и можно позволить сказать там два моста пробуем его конечно финансировать за счет программы безопасные качественные дороги и он там более миллиарда будет стоить будем наверное просить проектировщиков чтобы мы все-таки переработали проект как-то чтобы одна полоса все-таки у нас работала мы хотим там утопить трамвайное полотно расширить ну хороший он нужен нужен вот как его правильно завести в сентябре попробуем в сентябре может быть и не получится в октябре открыть все-таки тот мост эту часть развязать это нам позволит немножко тут пробки снять центральной части будем развивать наверное город в разных направлениях но наверное все таки есть какое-то будущее как она есть точно это переход за мост я за есть определенные вопросы которые нас будут регламентировать с вами да сейчас можно далеко зайти там в парковочные узлы благоустройства и так далее но мы говорим о чем что в какой-то степени мы конечный был задан вопрос банфакс а куда будет расти город как он будет развиваться до много сейчас наговорю а может быть городу надо развиваться в рамках вот того населения которое у нас с вами есть что такое развиваться строится или создавать комфортную среду но это же тоже развиваться надо строить там где разумно надо строить кто на этот вопрос должен ответить ну наверное все таки архитекторы да какое-то решение должен на себя брать голова но если это решение само по себе разумно я думаю житель это услышит и житель это поймет да ну можно и голосовать и и и разные пути искать здесь поэтому а какой должен быть барнов да разве не высотный архитектурные ценности ну что же надо как-то смотреть на это да это архитектурная ценность или это сомнительно сколько их должно быть почему он должен быть здесь но подход какой-то должен быть да есть ли примеры переносов памятников архитектурные ценности есть ну комяков перенес надо было строить по моему прекрасно все восстановил сформировал новое здание очень красивое может быть барнауле должна там мечтаем появится какая-то улица да на которой сгруппируются в какой-то степени памятники архитектурной ценности но дать возможности строить коллеги были с других городов я с ними разговаривал о площади сахарова но для них спорный это вопрос мы проводим здесь все мероприятия может быть это не то место уже для города барнаула где проводить все мероприятия она кстати финансово емко 68 миллионов надо заплатить за но то убранство которое мы там делаем горки да там ставим елку перекрываем улицу с вами может быть надо посмотреть другое уже место достаточно спорная сцена то что наверху там творится ну там много замечаний к самому к этому месту это не только это место да но оно такое вот на слуху вокруг него говорят еще никто не понимает что там вообще кто собрался строить мы и не видели что и кто собрался там строить но я думаю что вот надо с разных сторон посмотреть все таки я думаю что мероприятия наверное можно было бы проводить в другом месте саккумулировать все 700 тысяч на какой-то площади это невозможно такие площади должны появляться где в каждом районе и они будут все равно ну какое-то количество ведь не приезжает на площадь сахарова и так далее и стрижи не каждый год нам прилетают да поэтому я вот так думаю что здесь надо если немножко закончить эту тему роль молодежи я бы хотел чтобы у нас с вами осталась роль молодежи и их видение ведь колесо обозрения но ну во первых оно не муниципальное да и город его не убирал это не прикрыться и не оправдаться есть люди которые для себя приняли решение продать колесо обозрения и они его продали если мы считаем что нам необходимо колесо обозрения ну значит мы его должны что с вами сделать купить и куда и куда-то его интегрировать да там ли оно должно быть не там ли оно должно быть плохо когда мы что-то убираем да то что было все-таки в какой-то степени востребовано и на этом месте ничего не появляется вот тогда это пустота которая что вызывает она у вас вызывает нормальное чувство чувство сомнения и озабоченности из таких людей не будет в окружении это будет очень плохо но сейчас вы видите что им занимаются да какие там есть изменения появились дорожки появилось освещение на этот год выделено 100 миллионов рублей на парк изумрудный 40 миллионов городской бюджет и 60 миллионов краевого бюджета сейчас проектировщики занимаются большие затраты парк на себя забирает уместен очень там уместен мне кажется там появилось жилья очень много да я думаю что парк безусловно будет востребован по уборке снега ну я не думаю что за год что-то удалось сделать во первых удалось выстоять я считаю что прошлый год было аномально большая большое количество снега это подтверждается цифрами это не я придумал и не не оправдываюсь но говорю о том что это было очень тяжело это было очень тяжело работали и днем и ночью и в этом году стараемся эту ситуацию поправлять я думаю что основная здесь проблема находится в том что все таки у нас не хватает техники у нас не хватает техники что мы делаем в этой части мы разработали новую схему и она немножко облегчила ускорила работу по вывозу снега мы обещали кстати поставить глонасс и мы его поставили он у нас есть он может быть не совсем правильно воспринимается там ну грубо говоря вы пришли утром на работу посмотри там 71 единица техники на самом деле ее больше это примерно около сотни потому что есть техника которая принадлежит муниципалитету и она оснащена глонассом а есть примерно 30-40 единиц смену которые наняты и у них нет глонасса что удалось сделать еще ну во первых мы стали покупать своими технику мы получили порядка 13 единиц нам край помог спасибо губернатору на эту тему обратили внимание мы продолжим обновлять технику она более конечно эффективно это немножко увеличит или улучшит жизнь пассажироперевозчиков говорить о том что там если грубо говорить что там улучшится бизнес от такого увеличения и так карточка на рубль наличные другие на 3 рубля не это ничего не даст в части обновления транспорта улучшение транспорта это это не решение вопроса надо сегодня ну давайте так грубо говоря ведь на все растут цены скорее всего пройдет еще одно ксц и мы на нем утвердим все таки цифры и рост пассажиропоток у нас ведь разделен с вами и на государственную компанию ну почти 60 процентов мы перевозим население с вами трамваями и троллейбусами гор электротранс и он сегодня заходит вот в эту ситуацию когда не может ну свести свой баланс а мы даже планируем уже убытки в следующем месяце поэтому я считаю что увеличивать тариф такая необходимость есть но обманывать не надо я бы все-таки ваше внимание обратил на что это ветхое аварийное жилье его очень много в городе барнауле это более 200 домов признаны ветхими аварийными это угроза для жизни людей это очень может на месте ветхого аварийного жилья можно строить что-то новое и это даст возможность развиваться городу на 5-10 лет одна тема вторая тема коллеги мы ее не не затронули с вами сегодня это все-таки коммунальное хозяйство можно грубо говорить что можно проехать и по плохой дороге но потерять отопление когда у нас минус 40 и минус 30 потерять энергообеспечение а город газифицируется значит стали котлы да и так далее и так далее это очень тревожно для мэра и для жителя я считаю что вот этот вопрос актуальный и конечно дорогих ну они нужны мы видим что на самом-то деле город меняется меняется сильно в части дорог более до полутора миллиардов объемов мы вкладываем в дороги при этом это же сезонные работы они же синхронизируются с водоканалом с сетевыми компаниями и так далее это целый блок вопросов которые надо войти и в сентябре уйти у нас 15 сентября с вами отопительный сезон наступает ну социальные объекты и так далее вот что-то там и у вас ну ген планом такой какой-то вот прям наболевший по нему должна быть определенная чистота встреч я думаю что чаще встречаться многие сами себе найдут уже ответы на полноте информации здесь должны сидеть специалисты будем затрагивать какие-то блоки на которые я просто ну не смогу ответить хорошо